Итак, мы продолжаем изучать Перте, а вот учение отцов, Устная Тора, 2 глава, 7 Мишна и продолжает Илель. Продолжает Илель нам открывать мудрость, как работает мир, как работает вообще вся эта система, в которой мы живем, от создателя системы. То есть Бог создал систему, в Торе сообщил еврейскому народу, как все работает, с обязанностью соблюдать, все делать правильно и исправить тот грех, который сделал первый человек. Адам решен, он ушел от Бога, первый человек, а теперь еврейский народ должен вернуться к Богу коллективно, выполнить все заповеди, и тогда весь мир вернется к Богу. Еще раз, а все говорят, а остальные что должны делать? А остальные должны что делать? Тоже они должны вернуться все к Богу, но именно вот такой жесткой системы нет. Есть для всего мира, как потомство Ноха, когда Бог первый раз стирал мир, он, потомство Ноха, да, остался один Ной в Нойном Ковчеге, и Бог дал семь заповедей для сыновей Ноя, для всего человечества. Эти семь заповедей никто тоже не выполнял. Потом был Авраам, который, Авраам, праотец, который начал выполнять, он начал выполнять, он начал выполнять, еще ближе, ближе к Богу приближался, искал, искал Бога, и с Богом он соединился. Бог говорит, ты знаешь, вот тоже у меня была всегда загадка, почему он ему не дал Тору, ну как бы не хватило одного Авраама для исправления мира. Но не хватило, Бог сказал, твое потомство унаследует землю, и пошла селекция, как бы из Авраама пошел Ишмаэль, Ицхак, пошло в Ицхака, из Ицхака пошли два сына, Якова и Сав, пошло в Якова, Яков стал Истраэлем, от него пошло 12 колен, из 12 колен пошел народ, который для исправления ушел в Египет, там его прессануло, чтобы вообще почти все по земле вышла маленькая часть, потом эта маленькая часть им прям показали чудеса, опа, заходи в землю Израиля, они испугались. Тогда всех в пустыне 40 лет умирали те, кто вышли из Египта, а те, кто уже рождались в Египте или были маленькие, когда вышли из Египта, 40 лет тренировались полагаться во всем на Бога. Каждый день ман, 40 лет был тренинг такой, ты сколько был на тренинге? 40 лет. Вот они были 40 лет день-день на тренинге и уже после этого зашли, чтобы выполнить то, что сделал. То есть весь прикол в том, что когда ты знаешь, как работает система и когда ты можешь управлять системой сам, мирозданием, собой, своей жизнью, выбрать Бога, в этом самый прикол. И все время люди, которые знают, как это все работает и у них есть сила управлять миром, они говорят, я без Бога обойдусь. То есть как только человек у него есть, его прет, он сразу говорит, все, мне Бог не нужен. Это удивительная вещь такая. И вот задача каждого человека вернуться к Богу, задача евреев вернуться, там есть 613 заповедей, то есть это просто спецназ. И поэтому любой может стать евреем. В принципе, стать евреем любой может, но евреи никого не пускают, говорят, зачем тебе это надо, мы не справляемся. Есть известная история, как один проходил Ди-Юр. И он проходил Ди-Юр, значит Ди-Юр это процесс принятия иудаизма. Человека вначале вообще отталкивать, вообще невозможно зайти в синагогу. Потом уже, когда ты туда прошел все-таки, ты там год ты учишься, все на тебя смотрят, как это, что. И потом ты проходишь. Этот парень, он вставал каждое утро с восходом солнца, молился, окунался в миг, учил Тору. То есть он просто был цадик такой, что прям праведник-праведник. И вот он проходит Ди-Юр, и на следующий день он не может встать утром на шахарит. Вот не может. Вот он вставал каждый с восходом солнца, молился, да, утреннюю молитву. А то вдруг он не может просто встать. У него такое внутри включилось ЕЦРАРА, злое начало. Такое сопротивление ко всему, что просто он, ну, удивительная вещь. Хорошо. Теперь, значит, главное в Торе это, почему Пертеевод, Учение Отцов, это один из главных трактатов в Торе, да, качество, качество характера. Потому что если нет у тебя вот внутри вот этих качеств характера правильных, если нет у тебя внутри Рад Шамаем, это страх перед Богом, то тогда ты не будешь все равно выполнять. Ты можешь знать всю Тору, выполнять ты не будешь. Поэтому это главное. И вот нам говорит Елель, он говорит такую вещь. Седьмая Мишна сейчас у нас, седьмая Мишна. Аф-У, Ра-Гулголи-Техаджи, Сафа-Аль-Пне-Амаем. Также он увидел череп один, который плыл по поверхности воды. Значит, почему именно написано «так же он», я не знаю. Я не помню, почему это написано. Есть наверняка много объяснений в книгах. Но почему «так же он» непонятно. Аф-У, «так же он» увидел. Кто это «так же он» непонятно. Увидел он череп один, который плыл по поверхности воды. Значит, ну тут все понятно, да? Череп плывет по поверхности воды. Сказал ему, кому он сказал этому черепу? Сказал черепу. Аль-де-атефт-атфух. Сказал на Арамите почему-то. Вся Мишна написана на иврите, но некоторые здесь есть вставочки на арамейском языке. Арамейский язык – это язык, который говорят, что его не понимают ангелы. И вся кабала написана на арамейском языке. Почему ангелы не понимают, чтобы они не мешали, чтобы там есть целая система. И те, которые хотят обойти там это, знаете, как языки программирования. В общем, Арамит, книга «Зор» написана на арамейском языке. Все какие-то тайные вещи почему-то написаны на арамейском с объяснением, что ангелы этого не понимают и они не мешают. В обход системы. В обход системы. И он сказал этому черепу. Аль-де-атефт-атфух. Из-за того, что ты топил, утопили тебя. Высов. Он говорит и в конце. Мата-и-фаих. Утопившие тебя. И туфун. Тоже будут утоплены. То есть здесь он нам открыл принцип, один из основных принципов, которые работают в этом мире. Мера, что человек меряет, меряет ему. То есть та мера. Человек все время судит других людей. И человек все время в голове, он судит реальность. У каждого человека есть вот эта мера суда, она разная. И вот есть человек, который он прям всех судит. Он прям такой, он не просто в голове судит, допустим, он в открытую. Вот идет кто-то там, недавно я читал. Стоит человек, какой-то курит. Да? К нему подходит другая и говорит, что ты куришь? Тот говорит, хочу и курю. Он говорит, что значит хочешь и куришь? Нельзя тут курить. Он говорит, хочу. Ну очень между ними словесная какая-то перепалка, все. И тот, я не помню, кто кого убил. Ну или тот, кто курил, убил того, кто ему сделал замечание. Или тот, кто сделал замечание, его убил в драте. Да? Они потом подрались, не перешли потом. Но одно, как говорят, хрен, хрен редкий не слажит. Что тот убил, это вообще ужасно. Да? То есть, да, человек стоит, курит. Но это неправильно. Но когда обсуждение курения перерастает в убийство, это тоже как-то не очень логично. То есть, когда человек начинает, он, есть другой, как бы, этот же принцип выражен во многих местах Тори. Написано в Мишли, что написано так. Кэмайм паним ли паним, как ле вода, ле ле вода. Как человек смотрит в воду и видит свое лицо, так сердце другого человека отражает твое к нему отношение, твое сердце. То есть, как ты относишься к другому человеку, он, естественно, у него есть даже зеркальные нейроны. Сейчас доказали ученые. И эти зеркальные нейроны, они зеркалят и отслеживают, что делает другой человек, и тебя подстраивают с ним на одну волну. Получается, что этот принцип, он работает на всех уровнях. Теперь он сказал черепу этому так, что вот утопили тебя. Почему? Ты топил. В конце утопившие тебя будут утоплены. Теперь тут есть несколько нюансов, как работает этот закон. Говорят, что тот, кто делает преступление в тайне, то ему как бы оно возвращается и открывается это. Тот, кто делает явно, ему как это работает. Вот смотрите. Есть известная история, что один шел человек, тоже в Талмуде, по-моему, это упоминается, в гостинице, он шел себе шел. И тут в доме сверху была лестница. И с лестницы на него упал кто-то, его убил. Значит, он его убил, неумышленное убийство. Лестница сломалась. Теперь разбирает Талмуд этот случай и как бы копает глубже. Говорит, тот, кого убили, он убийца. Он кого-то убивал, его убили, как в этом мешке написано. Тот, который убил, он до этого убил в тайне. А теперь он убил открыто, ну то есть, стало ясно, что он убил. То есть, как-то вся эта система, она проявляется, проявляется потом. Теперь на эту мешну задают очень интересный вопрос. Целый самолет людей упал. Целый самолет людей упал. Задают на эту мешну вопрос другой. Задают вопрос такой. Но ведь первый-то, первый, который убил, ведь был первый, который никого не убивал, а его убили. Да. То есть, должно быть, какая-то эта цепочка с чего-то началась. Теперь давайте копнем, с чего все началось. Все началось, было у Адама Решона, у первого человека было два сына. Каин и Эвель. Каин убил Эвеля, два родных брата. Эвель ему ничего не делал. Мало этого, Эвель был цадик, который, он был цадик, который служил Богу, принес жертву. Богу понравилась его жертва больше, чем жертва Каина. Значит, Каин обиделся на это, начал завидовать. Это прямо изначально, вот в книге Берешит, начало Торы, да, рассказывается, вот был первый человек, Бог его создал. Вот он ему создал жену. Вот так начались их взаимоотношения. Вначале он был сам, потом, когда была жена, появился змей. И вся эта система показывает, как устроено мироздание, как устроено отношение, как устроено мироздание. Говорят, что этот змей, он сейчас внутри каждого из нас сидит. И это Ецарара, злое начало. Теперь, дальше у них было два сына. Это Каин и Эвель. Каин принес, говорит, давай принесем жертву Богу. Давай, принесли жертву. Эвель принес лучшее, что у него было. Каин принес от плодов земли, чуть-чуть там льна. Мы видим два разных подхода к служению Бога. Один служение Богу, он, у меня был как-то на тренинге парень, пришел на тренинг, вообще тренинг тренеров. Потом, я даже не знал, что он еврей, но у меня там работают другие тренера, один день проводят, которые показывают. И этот мне второй тренер, который со мной работал, говорит, вот есть там в группе один парень еврей. Он, говорит, достал меня. Я говорю, а как ты знал, что он еврей? Он столько мне вопросов задавал. Он, короче, там упражнения делать не хотел. В общем, он создавал сопротивление постоянно. Я ему этому парню говорю, ты еврей? Он, да, я еврей. Я даже так не увидел сразу. Я говорю, пошли как раз сейчас в Шаббат. Так, давай на Шаббат, как бы, это было в Москве. Он со мной пошел на Шаббат. Пошел он на Шаббат, и он увидел новый мир. Евреи учат Тору, и там все спорят, и это нормально. Все спорят, задают вопросы, ничему не доверяют. И он вдруг увидел, что оказывается, тот стиль поведения, который везде не ценился, а тут это самое считается пиком. И он остался, потом он поехал в Турат Хаим, Ешивы, мы сделали обрезание. Ирмияв он взял себе имя, не знаешь? И мне сказали, что он сел учиться, и он учился, сидит там в Талмитхахам, Ешивы, учится день и ночь. Да, знаешь его? Хорошо. Высоте такой парень, да? Хорошо, хорошо знаю. Вот он через моего тренинга пришел. И вот, значит, к чему это я? А, и вот был Эвель, он отдал все Богу, а Каин отдал чуть-чуть. И теперь Бог, написано, принял жертву Эвеля, говорит, Эвель красавчик. Каин обиделся, Бог ему говорит, а что ты обиделся? Ты тоже можешь, перед тобой все дороги открыты. Делай, делай, как он делал, лучше, чем он. Все, даже если ты делаешь, как ты, так это ты, это он. Но Каин обиделся и убил Эвеля. Это было первое убийство, он его убил. Теперь у меня возник вопрос, когда я это учил, возник очень серьезный вопрос. То есть, надо же понять, как мера работает. Надо. Значит, он сделал дело, которое Богу угодно, угодно. Значит, он должен получить награду, должен. А его убили. Что это за дело? Я мучил всех раввинов этим вопросом годы. Никто не мог мне нормально ответить. Потом ответил один раввин в Цфате, такой на Песах. Я поехал, раввин каббалист такой вообще. Он ответил мне на этот вопрос. Он говорит, ты понимаешь, есть три типа людей. Есть тип людей, которые вообще живут без Бога. То есть, они живут в системе координат. Бога нет. Есть только механика. Я верю в механику. И в моей жизни есть только причины и следствия. Это чистая механика. Это первый тип вашей людей. И на них действует механика. Бог как бы с ними не в контакте. Они не в контакте с Богом. Бог с ними не в контакте. Они механика. То есть, у них действует только причина и следственные связи. Теперь есть второй тип людей, как Каин, которые верят в Бога. Они говорят, есть Бог, есть грядущий мир. Есть силы, которые управляют миром. Но все равно механика важнее. Я буду работать. Я буду десятую часть времени, сил, денег отдавать Богу. Но главное закончить университет, хорошо работать. То есть, он все равно верит в механику. Но он просто знает, что механику создал Бог. И он Богу дает небольшой люфт в этом мире. Он говорит, что мне, конечно, я в синагогу хожу, но я там получу награду. В грядущем мире. Меня этот мир, я сам здесь справлюсь без Бога. И Бог участвует в его жизни, но ровно настолько, насколько человек впускает в Бога. Это Каин. Он молодец, он верит в Бога, он верит в Тору, но он как бы дает очень маленький люфт Богу. Есть третий типаж, это Эвель. Он говорит, этот мир, у него даже имя такое, Эвель это пар. Он говорит, этот мир это Эвель Эвелим, это пар паров. Вот именно Эвель это вот этот мир. Вся вот эта вот механика, вся эта бизнеса, вся эта там работа, вот все это Эвель, который вообще ничего не стоит. Главное это Бог, главное это вообще духовная жизнь. И он уже в этом мире, он за него не зацеплен. Теперь, когда он за него не зацеплен, он живет в другой системе координат. Он уже, он тем, что он принес жертву, а дал лучшее, он показал, что он на этот мир плевать хотел. Его вообще тут эти все овцы не интересуют. Его вот только Бог. Теперь ему в этом мире делать нечего. Там Рамхаль, великий каббалист, он ушел там в 39, по-моему, лет. Раби Нахман, Аризаль, там они все до 40 лет не доживали. То есть они этот мир, они за него не держались. И для них действует, есть такая вещь, называется Исуримши Лаава, страдание из любви. То есть Бог дает им в этом мире страдание. Есть вертие вот в конце Мишна, которое говорит Липум Цара Агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Он говорит, парни, если вы этот мир не цените, так я вам даю возможность служить мне через страдания и тем самым увеличить награду в том мире. Раби Ативу разрывали римляне клочьями, а все ученики говорят, это Тора, это награда за Тору. Он говорит, я всю жизнь об этом мечтал, он говорит. Я всю жизнь мечтал за Бога жизнь задать. И значит, его разрывают, убивают. Он говорит, шмай, сраэль, ашем, элокейн, ашем, эхад. И на эхад вышла его душа, счастливый. Он пошел, джекпот. Заходит он туда, вообще, то есть, то же самое с Эвелем. Так мне объяснил этот раввин каббалист. То есть он этот мир не ценил. Ему Бог дал возможность уйти из этого мира через страдания, чтобы увеличить награду. То есть он заходит в тот мир. То есть это было как бы величайшее испытание его веры. То есть он до этого уже отдал все материальное. Но что ему остается отдать за Бога? Только жизнь. И вот тогда Бог говорит, ну ладно, если ты хочешь уже такое, как бы проверку, да. Откуда мы знаем самый великий человек, который служил Богу? Это Авраам. Откуда вообще пошли все евреи? Авраам про отец. Какое у него было испытание? Убить сына. То есть отдать самое дорогое, что у тебя есть, себя бы он убил. Вообще, он же за Бога до этого его в костер бросали. В печку. И он говорит, в печку? В печку. Вообще не вопрос. То есть ему говорит, Немрод, откажись от Бога. Он говорит, ты что? Вообще, он говорит, дай я тебя в печку брошу. Бросай. Вообще не вопрос. Я знаю, что Бог это реальность, а не печка это реальность. И Авраам прошел через огонь. Значит, есть сублюдей, вид людей, таких как Эвель, такие как Авраам, такие как Раби Атива, которые для них этот мир это ни о чем. Но для всех остальных людей, убийц, работает простой закон. За то, что ты утопил, утопили тебя. И в конце утопившие тебя будут утоплены. Механика работает жестко. Сделал дело, получил. Сделал преступление, получил отдачу. Сделал хорошее дело, получил награду. Поэтому давайте делать только хорошие дела. И знать, что на всех злодеев придет расплата. Все злодеи, знайте, что на всех вас придет расплата. Но я уверен, что меня злодеи не смотрят. Поэтому слава Богу. Передайте. Я знаю, что все хорошие люди, те, кто учат Тору, те, которые служат Богу, они все получают огромное удовольствие от изучения Торы. И делитесь Торой с другими хорошими людьми. Все. Удачи. Успехов.